С 2018 года Дарья Алексеевна работает в муниципальном районном учреждении Центра поддержки общественных инициатив управляющих микрорайонов. Наладить взаимодействие с управляющей компанией, облагородить дом и территорию вокруг него, организовать сортировку мусора, при этом добиться понимания со стороны соседей. Это целое искусство, рассказывает управляющая многоквартирным домом Дарья Любченко. На этом посту девушка уже второй год. Признается, что в управлении преуспела. Дарья уверена, ее опыт можно ставить в пример остальным домоуправленцам. У меня очень благоустроенная территория, и так получается, что нам приходится очень много ей заниматься, и, наверное, мы можем ей по праву гордиться, потому что таких жилищных комплексов, как наш, практически нет в Самарской области. В честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в Самарском академическом театре оперы и балета отметили лучших представителей сферы ЖКХ Самарской области. Особых наград от главы региона Дмитрия Азарова удостоились в том числе 11 самарцев, председатели советов многоквартирных домов, управляющие товариществ собственников жилья, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и представители профильных предприятий. К сожалению, нечасто вы слышите слова благодарности за заботу, за уют, за комфорт, за тепло, за свет, за чистоту. И я хочу вас от имени уверенно, абсолютного большинства жителей Самарской области сегодня искренне поблагодарить. За вас, за ваш честный, ответственный труд, за вашу заботу о людях и о родной земле. Глава региона отметил, что специалисты в сфере ЖКХ Самарской области необходимы. От активной профессиональной позиции зависит и успех в реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, которые напрямую влияют на качество жизни населения. К примеру, в 2021 году в регионе обновили систему теплоснабжения, облагородили придомовые территории благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». С 2019 по 2021 годы в эксплуатацию ввели 5 объектов, обеспечивающих питьевой водой более 16 тысяч человек. Масштабные планы намечены и на текущий год. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.